В Кандалакшских квартирах проживает гораздо больше жильцов, чем свидетельствуют документы о прописке. Хвостатые, пернатые, чешуйчатые и крылатые. Список домашних любимцев уже давно не ограничивается кошками и собаками. За новым другом Кандалакшане часто отправляются в зоомагазин, где, как ни здесь, можно найти и хомячков, и морских свинок с кроликами, шиншиллами и прочими грызунами, разноцветных попугаев, улиток, черепашек и несметное количество рыбок всех возможных цветов радуги. Ну а некоторые предпочитают и совсем редкие виды. В Кандалакши таких домашних животных единицы. К примеру, держать даже миниатюрную обезьянку в квартире совсем непросто. Это экзотическое животное, которое необходим температурный режим, достаточно большой вольер. Основное питание, сложности в питании, потому что обезьянка питается разными экзотическими фруктами. Создать специальную лампу свет, заменитель солнца. То есть есть нюансы в содержании, поэтому для того, чтобы приобрести такое животное, мы всегда подготавливаем покупателя, рассказываем все. Он читает достаточно много информации и потом уже мы оговариваем покупку. Содержание любого домашнего питомца – это большая ответственность. Но, к сожалению, иногда случается, что справиться с ней хозяевом зверка не под силу. Даже при том, что в зоомагазине не продают животных детям без взрослых, без неприятных инцидентов порой не обходится. Был сильный мороз, это было буквально в прошлом году. Один из покупателей зашел в магазин и заносит клетку и говорит, девочки, смотрите, у вас на крылечке мы обнаружили клетку с кроликами. Кролики были настолько в ужасном состоянии, они были истощены, соответственно, не получали правильного питания. Во-вторых, у них обморожены были лапки. То есть люди неосознанно приобрели животных и просто-напросто выкинули их на улицу. Но если у экзотических животных шансы выжить в морозной Кандалакше практически равны нулю, то более привычные нам кошки и собаки, преданные когда-то человеком, иногда приспосабливаются к жизни на улице, пополняя ряды бездомышей. И в том, что на наших улицах так много бродячих собак, виноваты только сами люди, забывшие те самые строки из повести про маленького принца. Мы в ответе за тех, кого приручили.